7-8 апреля в Новошахтинске прошел 24-й всероссийский турнир по вольной борьбе в памяти Виктора Щербатых и Олега Соболева. Он состоялся в профессиональном лицее номер 59. На соревнования прибыли 16 команд из Украины, Краснодарского края и городов Ростовской области. Турнир был очень напряженным и, как всегда, зрелищным. А открыл его почетный гость, депутат Законодательного собрания Ростовской области Максим Щеблыкин. Каждый раз, когда поздравляют людей с праздником, днем рождения, частности, всегда желают здоровья. А здоровье приобретается именно в постоянном труде со своим телом. Потому что, если ты не дружишь со своим телом, то есть не занимаешься спортом, дай бог, хотя бы физкультурой, то, соответственно, твое тело будет хворать. Я очень рад, что меня сегодня пригласили открыть эти соревнования. Я очень рад, горжусь дружбой с Элифтейл Лазовичем, потому что я очень давно его знаю не понаслышке, в частности, мой партнер является его учеником. Турнир вызывает большой интерес. У нас проводящие организации, у гостей, потому что турнир памяти. Памяти ребят, которые отдали своей жизни. Это наши герои, это наши выпускники, это наши дети. Мы их помним, мы их чтим, мы их любим. Мы на их примере воспитываем наших пацанов. Не дай бог, мы не знаем, какая будет судьба у этих ребят, не знаем, что будет. Поэтому они должны быть готовы к этой сегодняшней суровой, жесткой, жестокой жизни. В результате упорных схваток среди 120 спортсменов наши ребята сумели завоевать немало призовых мест. Бронзу завоевали два спортсмена. Второе место шесть борцов, а золото выиграли Дмитрий Хурцелава, Владислав Кавилашвили, Эльдар Мурадалиев, Денис Калинин и Александр Колесник. Отличный результат воспитанников Алифтера Кафикиди. Борцы – это прежде всего будущие воины, будущие защитники. Символично то, что именно начало призыва 1 апреля и всегда в этот месяц, в апрель месяц, мы проводим этот турнир. Сегодня, конечно, есть поколение достойных ребят, которые с готовностью вреда вооруженных сил, но есть, которые у нас и уклоняются. Уклоняются, я думаю, что по своему незнанию законов. Если говорить о службе вообще в армии, то сегодня у нас находится в армии больше 300 человек, наших парней. Призвать мы должны весной этого года 203 человека. Это большой наряд. Я хочу еще обратиться к нашим матерям, отцам, чтобы не портили жизнь нашим ребятам и готовить достойных себе же защитников на свою старость.